МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Телерадо компании Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. С повагой и подзякой за мир. До святкования 75-ти годы перамоги на Гомельшине проводят доброго парадкования мест у братских похований. Рецепты на леки с доставкой на дом. У Гомеля волонтеры допомагают поликлиникам. Марафон добрых справ по отрымку медиков. Мазырские таксисты подвозят с докторона выклики. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В рамках проведения республиканского субботника и подрыхтовки до святкования 75-ти годы перамоги и Великой Отчинной войне на Гомельшине проводится доброе парадкование мест у братских похований. Не стало выключением и зона отселения и отчужения. Сегодня наша домашняя группа побывала в Ветковском районе. Зона отселения и отселения – это территория 15 районов Гомельской и Могилевской областей. Сегодня в зоне отселения еще ведется строго обмежованная господаршая деятельность, связанная с подтриманием у належным станет дорог, линий электропередач и инших объектов. В зоне отселения потребования еще больше строгие. Тут дозволяется только господаршая деятельность, связанная с обеспечением радиационной безопасности, а так само науково-доследствия и экспериментальные работы. Но есть одна задача, которая обовязково выполняется, независимо от дозволения территории. Догляд за местами похований червоноармейцев и мирных жихаров, которые погибли под час Великой Айчинной. Большинство из них, до речи, имеет статус историко-культурных каштовностей. На стелах братского похований у области Севенка 437 прозвища у Могилки створили еще в 1943 году. И таких мест на территории зоны отселения и отселения На территориях зоны радиоактивного загрязнения находится порядка ста памятников. Наши специалисты осуществляют постоянный контроль за состоянием памятников. В случае выявления каких-то недостатков нами проводится комплекс ремонтно-строительных работ. За все время ни один памятник не разрушен. Все удалось сохранить в ценности. Жахаревевский попсую у Каветковского района у Чистая мястины были переселены в 1991 году. До этого часа тут можно убачить арештки неколей жилых и господарших побудов. Бадай, одино, что заховывается в добром стане, открытый больше, как по 100 годам тому, помник 145 землякам, которые загинули на фронтах и в партизанских отрадах. Сегодня сюда приехали представители областного комитета природных ресурсов и администрации зон отселения и отселения. У планах офарбовывание стел и посадка Аллеи Славы. На этот раз – Збярос. В уголе, подчас подрыхтовки до святкования 75-го дня Перамоги, экологи региона навели парадок на больше как 20 местах похований и посадили свыше тысячи древ. Об всем этом можно будет доведаться на сайте комитета. Информацию размещают не для того, как похвалиться, а как запросить инших подтримать инициативу. Мы планируем выложить на сайт комитета и, соответственно, обратимся к исполкомам, чтобы было выложено на сайт их вот эту нашу акцию, чтобы присоединились и другие, и областные службы, и районные службы. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Ветковский район. С 25 по 28-й красавика могилки в зоне отчужения отселения можно будет наведать без специального пропуска. Только нельзя затримываться в зоне позднее 17-ти годин. При себе необходимо иметь пашпорт, те и другие документы, которые свешат особу, а также документы на транспортный сродок. В случае, когда могилки находятся в пограничной зоне и хочет наведать иншаземец, придется отримливать пропуск в пограничной службе. А в целом, нагадаем, что у теперешней эпидситуации от наведания могилок на Радовницу рекомендовано устрематься. С ответными рекомендациями министр свахов и здоровья, солидарная и православная церковь. По сегодняшней кампании в Беларуси вошла в новую фазу. Господарки Гомельской области садят Городнину. На сегодня в регионе засеяно больше за 800 гектаров площадь, что складает около 40% от запланованного. Одна из основных культур – цибуля. Так, например, у Ксуп-Тепличная Гомельского района уже закончили ее посадку и приступили до инши Городнины. Под обязанностью в материале Ганны Корольчук. На этом поле сейчас происходит посадка столовых бураков. Аграриям приходится нелегко, потому что на дворе все это очень капризное. Достатково холодный красавик вымусил сместить термины посадки на несколько тысяч дней, пока не прогреется хлеба. А долгая отсутность опадков и моцный ветер створяют на полях пешаные буры. Треба пристосовываться до таких непростых умов. Для того, чтобы не выдувало, мы делаем следующим образом. Непосредственно перед проходом сейлки пускаем фризу с вертикальными рабочими органами циклоциллер, сзади которой находится каток. Она одновременно рыхлит почву на глубину 18-20 сантиметров, а каток прикатывает, что обеспечивает уплотненное семенное ложе. И следом идет сейлка. На сейлке тоже есть каточки, которые прикатывают. Благодаря этому из-за сильного ветра не выдуваются наши семена. После закончения посадки на полях запускают дождевальные машины фрыгат, которые в ночи поливают хлебу, как минимизовать выдземание насения. Под бураке уксуп тепличный отвели 10 гектаров, 15 – под моркву. На 40 гектарах у господарцы высадили цыбулю. Так само стартовала посадка бульбы. С 320 запланованных гектаров посадили 50. У якости посадочного материала выбирают гатунки белорусской селекции. Практически у нас в ровном соотношении занимают краснокожурный сорт «Вектор» с желтой мякотью и сорт «Бриз». Довольно востребованная сорта, поэтому мы занимаемся ими. Что тычется остатне Городнины, то предприемство закупило новые импортные гибридные гатунки. Кажут, уроджай мая лепший товарный выгляд, а минавито на ягоу першую чергу звертают увагу покупники. Скончить посадку бульбу господарцы плануют у першей декаде мая. Ну, рабочий день на 12 часов. Погода, конечно, не очень. Ну, хозяйство я уже работаю в этом году 35 лет. Был бы дождик, было бы все покрасивее, получше. А почнее свое черги, чакая капуста. Под яе у тепличным покинули 10 гектаров. Рассада по тробой больше теплой ночной температуры. Дарыч, из-за неустойливого надвора и холодной хлеба, агрономы раець уладальникам участков откласти посадку бульбы до мая. Так клубни будут устойливее до хворобы шкодников. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадо «Компания Гомель». Завтра же хоры нашего региона могут звернуться по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельске мабл-выконками на пытание громадян откажет наместник старшини Владимир Горбачев. Телефон для совязи 33-12-37. У гэты шас прямо звонки будет перший наместник старшини Гомельска гагар-выконкама Виталь Атаманчук. Нумер телефона 51-19-54. Промые линии, як извычайно, працуют с 9 до 12 годин. По оперативных дадзинах у Беларуси выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Як поведомли у пресс-службе Министерства ховы здоровья, становочий тест зарегистрованный у 8773 человек. У нашей области у 460. Усяго проведено больше як 130 тысяч тестов. Сродки обороны от доброго сердца. Волонтерский отрад Гомельской городской организации БРСМ провел профилактичную акцию на территории колячегуношного вокзала. Молодые люди раздавали прохожим охонные маски и листовки с корыстной информацией, як застерахшись обе от коронавируса. Колька сродков обороны 100 штук. Их выробила и передала волонтерам фабрика «Восьмая соковика». Сегодня наши волонтеры будут раздавать защитные маски для населения города Гомеля для того, чтобы, скажем так, предотвратить распространение инфекции и обезопасить не только себя, но и, скажем так, своих близких. В ближайших планах отрада – сборка и передача медицинским установам специальных охонных экранов. Детали для пластиковых масок вырабляют волонтеры физичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. Рецепты налейки пожилым людям с хроничными захворываниями на дом. У Гомеля волонтеры допомагают поликлиникам. Контактные дадзины и адресы пенсионеру продоставляют регистратуры. Затым складается график, город разбивают на участки. Працуют с невеликими группами. Усе доброохвотники – у масках, пальчатках и с антисептиками. Рецепты покидают у паштовых скрынях. Допомога волонтеров дозволяя разгрузить медперсонал и створить умовы для самоизоляции пожилых людей. Зараз на досталце урагионе заденешена коля 200 юнаков и девушат. Сегодня работает горячая линия. Они все информированы. И пожилой человек, оставаясь дома, может на горячую линию позвонить. Тут же будет принят звонок. И волонтер уже имеет заявку. И он уже готовится к оформлению выписки данного рецепта. Цель одна – это уменьшение заболеваемости. И, конечно же, если мы таким образом оставим дома пожилых людей, мы сможем предотвратить те случаи, которые непосредственно случаются. Марафон добрых справ по трымку белорусских медиков подхопили мазырские таксисты. По пропонове одной со службы, у некольких разов на ты день водители такси на своих машинах допомогают наведывать хворых ушастковым терапевтам и помощникам докторов. Участковые терапевты до пациентов выезжают целый день. Выклики на дом, празд, регистратуру поликлиники принимают амаль до восьми вечера. Одна из главных рекомендаций сегодня – не наведывать мессы массового сбора людей. Утым лику и поликлиники. Тим, кому треба выписать рецепты, кто отшивая недомогание, або у анамнези мая хроничные захворывания, раець выкликать урача до дому. И тут допомога такси – каштовная. Мы на рынке работаем в сфере такси уже около двух лет, а благотворительность вообще – это наш конек. Мы любим помогать людям. В такое время мы считаем главным долгом помогать друг другу. Врачи – огромное им спасибо. Они помогают нам, они спасают нас. И не сказать им спасибо – это не сделать ничего. Поэтому мы очень благодарны врачам. И в свою очередь предоставить свою помощь – это меньшее, что мы можем сделать. А последние дни красавика радуют теплым солнцем, а ветер, который в последний час наробил шмачкоды в регионе, стихает. Завтра ждет до 17 градусов, выше за нуль максимум на больнице. На большей части территории синоптики обещают невеликий дождь и слабый – до 5 метров за секунду ветер. В неделю слупок термометра вздымется до плюс 12. Будет без опадков и с полношно-заходным ветром до 7 метров за секунду. Нож на понеделок будет холодный. Усего 1-3 градусы. Первый день наступного тыдня принесет ветер и дождь. Поветро прогреется усего до 11 градусов. У авторок на Радовницу будет сухо и до 13 тепла. Территория потерпела у вынику чарнобыльской катастрофы, в отшима итальянских сябров. Готая тема стала одной из центральных в документальном фильме «Дракон белой земли», снятым итальянскими журналистами с города Матера, при поддержке доброченной ассоциации «Гостинность без межау». На протягу больше как 15 годов она займается программой оздоровления белорусских детей с потерпелых районов, а так само с домов-интернатов, які у основным знаходятся на Гомельшине. Так с дымки фильма проходили у Полесским радиоценным заповеднику, Хойниках, Рэджицы и Гомеле. Готый фильм як знак поваги и удяженности не только дейностей итальянских волонтеров, але и працы белорусских наставников, выховальников и социальных работников. Дарья Шестушка «Дракон белой земли» вышла в финал международного конкурса документальных фильмов у Риме. Его выники будут подведены наприконцы этого дня. Готые инши новины, информацию о проектах телерадоакомпании Гомель вы можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomel.by На этом выпуск завершенный. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сотрудники милиции патрулируют лесные и проселочные дороги в районах Гомельской области, которые граничат с Россией. Есть случаи, когда белорусы возвращаются из страны соседки окольными тропами, чтобы дома не соблюдать режим самоизоляции. Недавний тому пример из Чичерского района. В деревню Волосовичи на своей машине вернулся местный житель и начал пить. Ладно, если бы мужчина при этом не выходил из дома, но гастролер разгулялся не на шутку. Уже имея предупреждение от рейдовой группы о необходимости самоизолироваться, сельчанин не послушался и отправился кататься на своем БМВ. В итоге его остановил экипаж ГАИ. В парах выдыхаемого им воздуха содержалось 1,3 промилле алкоголя. Машину отправили на штрафстоянку, а водителя домой. Но сельчанин с таким положением вещей не согласился и через пару дней вновь сильно выпил и пошел гулять по деревне. Нарушителя пришлось доставить в РУВД и составить на него два административных протокола, в том числе за нарушение режима самоизоляции. Сейчас мужчина на особом контроле у правоохранителей. А в Гомеле женщина решила заработать на повышенном спросе на средства индивидуальной защиты. Разместила в социальных сетях объявления о продаже медицинских одноразовых латексных перчаток. Контрольную закупку провели сотрудники АБЭП и налоговой инспекции. Всего у предприимчивой гомельчанки было изъято 1100 пар перчаток на общую сумму 220 рублей. Инициатива женщины оказалась вне закона. Штраф может составить до 100 базовых величин. С января по марта 2020 в милицию сдано 365 единиц огнестрельного оружия и 18 боеприпасов. Милиция напоминает, что добровольная сдача незарегистрированного оружия, компонентов к нему, патронов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности. В противном случае, если правоохранители найдут незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, наказание может составить до 12 лет лишения свободы. Следует отметить, что законодательством предусмотрено, что лица, у которых имеется на незаконных основаниях огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются как от административной, так и уголовной ответственности в случае ее добровольной сдачи в органы внутренних дел. Хотелось бы сказать, что в избежание несчастных случаев органы внутренних дел всем рекомендуют незамедлительно сдавать оружие в органы внутренних дел и об имеющихся фактах сообщать нам милицию. Накануне в поле около деревни Прист на Ветковского района сгорел трактор. О пожаре сообщили в 15.30. Водитель успел покинуть машину, но спасти технику нет. Из моторного отсека пламя быстро перекинулось на кабину и потушить его своими силами тракторист не смог. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электрооборудования. А в деревне Городец Рогачевского района на пожаре пострадали деревянный дом и два сарая, а также баня. Последний объект сгорел полностью. Также повреждена стена дома и две хозпостройки. Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара – занесение постороннего источника зажигания. В предстоящие выходные личный состав ГАИ будет переведен на усиленный вариант несения службы. На трассах и городских улицах экипажи госавтоинспекции будут приближены к местам праздничных мероприятий и большого скопления людей, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность дорожного движения. Особое внимание стражи дорог будет приковано к водителям, управляющим транспортным средством в нетрезвом состоянии, не имеющим права на участие в дорожном движении. Также среди задач инспекторов – выявление нарушений, создающих предпосылки к совершению ДТП. Кроме этого, сотрудниками госавтоинспекции будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия, а также в случае необходимости оказывается всемирная помощь участникам дорожного движения. ГАИ также информирует, что на Радуницу 28 апреля с 7 до 17.00 по Реческому проспекту на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова будет закрыто движение транспорта, кроме общественного. Также будет обеспечено свободное движение автобусов по крайней правой полосе на участке дороги от пересечения улицы Объездная, проспект Реческий до поворота на кладбище Рандовское. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гандбольные поединки чемпионата Беларуси продолжаются. Завтра представители нашей области отправятся в столицу, где и состоится матч. В этот раз соперником гомельчан станет БГУ ФК СКА. Встреча пройдет на паркете Минского дома гандбола. Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. Болельщики смогут увидеть поединок и дома. Портал «Спорт ТВ Бай» будет вести прямую трансляцию. Напомню, бороться за победу Гомель будет без Андрея Климовца и Сергея Журова. Они сейчас травмированы. Завтрашняя игра у нас, да, это наша соперника, будем говорить, принципиальная. Играем с губком, готовимся. Я думаю, что она будет противоположна уже к которой игре, которая была позавчера. Сегодня стартуют поединки шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Откроют его Смолевичи и Минская Динамо, а также Неман и Энергетик БГУ. Единственный представитель нашего региона – Мозорская Славия. Красночерные начнут второй игровой день вместе с футбольным клубом «Минск». Матч пройдет на стадионе «Юность» в 15.00. Рассудят поединок главный судья Дмитрий Дмитриев и его помощники. Павел Мазура, Владимир Русак и Виталий Полторжицкий. После шести туров «Минчане» на 11-й позиции в турнирной таблице «Славия» на 7-й. Центральный матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги «Гомель-Локомотив». Поединок пройдет на домашней площадке «Гомеля» в стадионе «Центральный». Матч станет завершающим во втором туре. Он состоится 26 апреля. Начало в 17.00. Обслуживать матч будет судейская бригада в составе. Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук, Алексей Кветко. В чемпионате первой лиги команды встречались дважды, но победителя так и не выявили. В обоих матчах не было и забитых мячей. Светлогорский химик в этом туре будет принимать на своей площадке столичных кромкачей. Начало матча в 16.00. Команды рассудят Виктор Шимусик, Алексей Ватишонок и их Александр Бантеев. Ричерский спутник отправится в гости к футбольному клубу «Ашмяны». Поединок пройдет на стадионе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Стартует матч в 17.00. Работать на матче будут главный судья Павел Коронец и его помощники Евгений Пронович и Андрей Филиппович. «Стандартная подготовка к очередной игре. Знаем, что очень такая игровая команда, которая проповедует комбинационный футбол. Есть определенные лидеры. Кое-что мы подметили. Понятно, сейчас говорить про это не будем. Знают то, что легкий матч этот не будет. Да и в целом вся эта первая лига просто так ее с наскока или так правым маршем не пройдешь». Секции по плаванию Гомельского дворца водных видов спорта продолжают свою работу. Ранее у них проходила подготовка к чемпионату Беларуси, который был запланирован на 21 апреля. Но он был перенесен. Спортсмены не унывают. Они продолжают свою работу. Впереди Кубок страны. В календаре значатся сроки с 30 июня по 2 июля. Информации о его переносе нет. «Тренировки продолжаются в штатном режиме. Никто ничего, никаких переносов не делал. Мы немножко разгрузили детей, так как у нас должен был проходить чемпионат Беларуси. И сейчас продолжаем подготовку в полноценную Кубку Беларуси. Будем надеяться, что он будет все-таки проведен». В систему подготовки спортсменов добавился бег. На сегодня меньше детей приходят в группы начальной подготовки. Среди спортсменов старшего возраста работа продолжается в штатном режиме. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».